Приветствую вас. Обиды – это такое очень многолиткое, многообразное психологическое явление. И, понимаете, вот само слово «опустить обиды», здесь оно требует своего такого, ну, может быть, корректирования какого-то, да, своей такой, может быть, расшифровки, что ли. Потому что «опустить обиды» значит, ну, по факту перестать обещаться, да, то есть перестать испытывать какие-то, ну, какие-то негативные чувства, негативные переживания и испытывать, перестать. Вот. И для того, чтобы перестать их испытывать, нужно, как вам сказать, понять их источник, нужно понять их природу, природу этих вот переживаний. Вот. А природа, природа, природа обид, я бы сказал, может быть равна достаточно. Потому что это может быть и ожидания, скажем, ну, скажем так, да, это могут быть определенного рода ожидания. Это может быть негатив, негативная реакция, то есть это может быть привычка, там, например, привычка манипулировать, да, вот, привычка манипулировать другими людьми за счет обид вот этих вот. Это может быть позиция перекладывания ответственности на другого человека, перекладывания своей ответственности за, грубо говоря, свои чувства, за свои эмоции, да, это вот именно, ну, именно, перекладывания ответственности за это ты виноват, это ты виноват в том, что со мной произошло, произошло. Вот. Ну и так далее. Обиды могут быть связаны с, в том числе, излишним полаганием, излишней попыткой опоры на другого человека, то есть когда тот, кто обижается, ждет от обидчика чего-то, а обидчик этого не делает. И зависимо, может, человек очень сложно признать, что, ну вот, что он не самостоятельный, вот. Хотя, на самом деле, не самостоятельность, она, ну, как бы здесь очевидна, да, вот. А, наконец, обида может быть связана с теми негативными переживаниями, которые вызывают, ну, собственно, чувство обиды, как бы это, про доктора не звучало. То есть, меня задевает то, что, например, делаешь ты, мне неприятно, то есть делаешь ты, но это вызывает негативные чувства. И я считаю, что его виноват в этом. Ты. То есть тот, кто, собственно, вас обидит. Вот. Конечно, это не так. Конечно. Конечно, это не так. Конечно, это... Ваши чувства – это только ваши, ну, ваша ответственность. Вот. И за свои чувства отвечает, собственно, только вы, больше никто. Вот. Но это не всегда, это легко. То есть, не всегда легко отвечать за свои чувства. Не всегда легко это делать, потому что, всегда хочется, во-первых, это делать, потому что это может быть, ну, достаточно, скажем так, ну, это может быть достаточно болезнен. Вот. Ага. И, как мне кажется, эту ситуацию нужно разбирать. Разбирать эту ситуацию нужно по... Этапно разбирать эту ситуацию нужно по природе. … Э… Эм… Соб avail excuse life habit. То есть вот, именно… Что мне обидно? Что вызывает меня общество обидно? Вот, это incense. Прям. Принципиальный, ну, принципиальный такой момент. Вот. Соответ... Ну здесь я ещё вот сделал этот момент. Дальше уже можно будет о чем-то говорить, соответственно, дальше уже можно будет, ну, как-то вот что-то корректировать. Это в первую очередь, конечно, работа с принятием себя, это в первую очередь работа с принятием, ну, своей, может быть, какой-то вот такой несовершенности, да, своего несовершенства. Это принятие своих недостатков, которых, ну, человек очень часто может пытаться это, ну, как бы, делать вид, что этого нет, делать вид, что этого никогда не было, вот. То есть варианты здесь достаточно периодные. И уже после этого проживать постепенно через проживание обилия будет уходить. Конечно, она будет уходить не сразу, конечно, она будет уходить, ну, мягко говоря, постепенно, может быть, может быть, первоначально это будет для вас даже незаметно, может быть, первоначально для вас вы должны заметить, что обида уходит, но постепенно она будет уходить, постепенно она уходить. Это изменение отношения и к обидчику, в том числе, то есть, ну, отказ от восприятия обидчика как обидчика и восприятия, просто как, человека, у которого, ну, были свои, скажем так, мотивы, вот, поступить так он поступил, а вы просто, ну, сделали верные выводы о нем, скажем так. Харит выдумал, что человек один, но оказался, на самом деле, другой, и ваши ожидания оказались неадекватными, вот. Еще один важный момент, эээ, то, что у вас, эээ, ну, в принципе, есть, ээээ, силы, силы, в принципе, есть силы, для того, чтобы, ээээ, объяться. Это вот тоже, такой-то, остаточный важный момент, потому что, эээ, если у вас есть силы, скажем, ээээ, ну, жить, в прошлом, например, то, получается, что не так уж, эээ, вам интересно и настоящее. Если вам интересно, не интересно, настоящее, точнее, вот, что у вас есть определенные проблемы со смыслом жизни, вот. Вы, ну, может быть, в какой-то степени не проживаете свою жизнь, вот, в полный мир, так, как вам этого, эээ, может быть, хоть, хотелось бы. Или, может быть, так, как вы этого заслуживаете, например. Вариантов здесь достаточно много, конечно. И на это нужно тоже обратить вам свое представленное внимание. Потому что, если, если обиды вам нужны для чего-то, если обиды вам нужны для чего-то, то будете вы за них держаться, за свои обиды. И никуда вы их отпускать не будете, никуда вы свои обиды не отпустите, пока они вам, там, для чего-то нужны. Вот, соответственно, нужно поисследовать, зачем они вам, для чего они вам, да, и уже это, как бы, ну, даст вам более-полное представление о том, куда вам двигаться, что вам делать. Вот. Это то, что я могу сказать вам сначала. Вот такой ответ я мог бы дать вам. На этом, в принципе, все. Именно по обидам. Именно по обидам. Пожалуй, это все. Вот. Таким общий вопрос. Важно проживать. То есть обиды очень важно проживать. Именно вот эмоционально проживать. Просто проживать эти чувства, выращивать их, выпускать, чтобы они не подавлялись вам изнутри, скажем так. А чтобы вы им позволяли выходить. Вот. И, соответственно, когда и если это вы будете делать, вот, то, я думаю, ваши проблемы уйдут со временем. Не сразу. Вот. Обратите внимание на то, чем вы категорически не согласны с моим ответом. Вот. Скорее всего, речь идет здесь про ваше сопротивление, про то, что вы сопротивляетесь, вот, про то, что не хотите оставаться с тем, что вы, тем, к чему, ну, вот, с привычным каким-то средством, да. Вот. Ну, может быть, проблематика здесь заключается еще и в том, что вы боитесь ошибки. То есть за обидой всегда находится некий такой страх, страх ошибки, страх, страх того, что я могу сделать что-то не так. Ну, лучше я делать не буду ничего. Вот. Ну, как бы, можно, конечно, ничего не делать, но при этом та энергия, которая копится, она, ну, ваш собственный потенциал, да, он будет накапливаться, он будет копиться, он будет выращаться, так или иначе, в агрессии. Ну, вот, по отношению к другим людям. Вот. Поэтому здесь выигрышного решения нет. И, в принципе, быть не может, когда речь идет именно про, вот, как раз, ну, про попытку как-то сдержать себя. про, 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 про попытку, эм, удержать обиду. В этом все. Я надеюсь, что мой ответ был, был вам, эм, полезен. Я желаю вам всего самого доброго, доброго, я желаю вам удачи, я надеюсь, очень, очень надеюсь, что ваша ситуация будет разрешена, вы их найдете. А, значит, ну, эм, какое-то решение, ну, вот, найдете способ решить свою проблему, вот, ну, а мы вам, мы психологи вам поможем. Вот. А, обращайтесь за помощь, если вам вам подаробиться всего самого доброго, доброго и у, 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 удачи вам. Спасибо за субтитры. Субтитры на субтитры Алексею Д.